Здравствуйте дорогие друзья! Многие из вас просили выпустить свежую подборку лучших новых приложений для iOS и Android. Пфф, да за ваши лайки без проблем. У нас здесь по-настоящему достойный мобильный софт, так что освобождайте место на своих устройствах и усаживайтесь под овне. Все ссылки на скачивание будут традиционно в прикрепленном комментарии. А вы знали, что на iPhone можно установить без компьютера и джейлбрейка, улучшенный клиент ВКонтакте, с оффлайном, паролем, кэшем музыки и возможностью менять темы оформления. Инстаграм и Ютуб с функциями скачивания фото и видео. Торрент клиент, продвинутый файловый менеджер и еще и целую кучу годных утилит, которых нет в App Store. С сервисом ishmv.com это реально, я уже сам попробовал. Все подробности по ссылке в описании. Лучшей читалка на iPhone я считаю стандартную программу iBooks. Но вот незадача, под Android ее нет и это даже не самое главное. Программа читает только свой формат ePub и pdf. Крутой и абсолютно бесплатной альтернативой станет приложение eBooks. Программа кроссплатформенная и в довесок понимает fb2, doc, docx, mobi, txt и даже открывает zip архивы. В eBooks есть все основные настройки для комфортного отображения страниц, поддерживаются красивые обложки, присутствует поиск, закладки, пометки, альбомная ориентация и даже настройки управления. Импорт книг осуществляется не только с компьютера, но и через браузер или облачное хранилище. Приложение на русском языке и без какой-либо рекламы. Рекомендую. Amikasa это трехмерный планировщик, позволяющий при помощи технологий дополненной реальности создавать интерьер своей мечты, добавляя и расставляя в комнатах виртуальные предметы мебели. Таким образом вы сможете посмотреть на готовую комнату с реальной мебелью, которую можно заказать через приложение. Правда эта функция будет актуальна лишь за рубежом. К сожалению, на данный момент к приложению не прикручен IR kit, предоставленный на июньском WWDC 2017, а именно поэтому точность расположения предметов не сильно высока. Будем надеяться, что финальному релизу iOS 11 подправят. Также в программе нет русского языка, хотя все интуитивно понятно и требуется постоянное активное интернет соединение. Зато нету никаких встроенных покупок и рекламы. Amikasa является наглядным примером того, как может служить дополненная реальность на благо человечества. А еще я уже снимал отдельный ролик про 10 самых невероятных вещей реализованных при помощи дополненной реальности. Обязательно его посмотрите. Давно искали качественный, бесплатный, понятный и локализованный на русский язык редактор фотографий? Значит вы пришли по адресу. Спиксел без гласных подправить и приукрасить любой кадр не составит труда. Приложение в нескольких кликов применяет фильтры, границы, стикеры, добавляет надписи и имеет целый набор инструментов и кистей. Автокорректировка, автоконтраст, сглаживание, исправление, двойная экспозиция, размытие, настройка динамичности, яркость, температура и прочих вещей не оставят равнодушными никого. Очень понравился простой, минималистичный и понятный интерфейс программы, с которой будет приятно работать даже человеку не сведущему в графике и коррекции. Понравилось отсутствие всякого рода монетизации проекта. Пользуйтесь бесплатно и с удовольствием. Найти качественные обои для смартфонов можно не только на специализированных сервисах, но и в довольно неплохой программе Background. Интерфейс приложения минималистичен и разбит на четыре колонки. Поиск, последние обои, curated, это рубрика в которую попадают лучшие изображения и настройки. Порядок можно менять. Долгий таб сохраняет изображения в медиатеке. Они квадратные, так что отлично подходят для установки в режиме перспективы на iPhone. Не хватает обзорного вида, в бесплатной версии не доступен раздел поиск и присутствует всплывающая реклама, но только при активном интернет-соединении. Зато все изображения действительно качественные и оригинальные. Если у вас хватит терпения следить за каждой транзакцией для контроля за расходами и доходами, то в этом деле поможет программа CoinKeeper. Это одна из самых простых, дружелюбных и наглядных программ для работы с финансами. Взял монетку, потянул на соответствующую категорию, ввел сумму и вуаля. Несмотря на это в приложении учитывается большое количество нюансов и вы всегда сможете вычислить дыру в бюджете. И через пару месяцев планирование и контроль за финансами не будут такой уже и сложной задачей. Раньше я на постоянной основе пользовался этой программой пока ее не перевели на подписку. Сейчас она бесплатная, но за дополнительные плюшки надо платить. Причем к сожалению ежемесячно. Зато у вас есть возможность безвозмездно хоть и с ограничениями пользоваться приложением, а не покупать кота в мешке. Скетчбук от Autodesk действительно заслуживает внимания. По-настоящему крутая рисовалка обладает колоссальным количеством удобно настраиваемых инструментов. Работа со слоями, линиями симметрии, стилями, импортом изображений и целой тонной дополнительных штук с которыми работать на виртуальном полотне становится не просто возможно, а реально комфортно без стилуса. Бесплатная версия программы предоставляет базовый инструментарий, но оформив платную подписку перед вами откроется огромное количество профессиональных инструментов для рисования. Даже в бесплатной версии хватает возможностей для полноценной работы. Реклама нет, программа на русском языке. В последние несколько лет популярность татуировки выросла в несколько раз. Если раньше забитая девушка обращала на себя колоссальное количество внимания, то сейчас даже несовершеннолетняя с цветными черепами и неумело отрисованными на теле розами от сверстников не вызывает ничего кроме легкого сочувствия. В любом случае прежде чем сделать этот серьезный шаг в своей жизни стоит посмотреть как это будет выглядеть. С приложением Ink Hunter это дело займет пару минут. Ищем из огромной коллекции шаблон ну или создаем собственный. Рисуем на конечности или части тела смайлик и наводим камеру, как кожа получает виртуальную татуировку. Абсолютно бесплатная программа английский язык за 7 уроков не сделает вас носителем языка, но предоставит ряд правил упражнений видеороликов, помогающих развязать язык и поставить грамотную речь. Правила и задания доступны в офлайне, а при активном интернет соединении вы уже сможете проверить свой текст и произношение через наглядные медиаматериалы. Жаль, что нельзя скачать аудио и видео для оффлайн просмотра. Да и сама программа имеет довольно устаревший интерфейс не оптимизированный под 5,5 дюймового устройства. С другой стороны учиться это не мешает, а в этом деле любые бесплатные способы приветствуются. В популярном мессенджере WhatsApp уже давно реализована веб-технология, позволяющая запускать клиент на компьютере через официальное приложение. А что если есть необходимость запустить приложение на втором iPhone, iPad или Android устройстве. В этом случае поможет программа Whatscan. Благодаря ней вы можете не только читать и отправлять сообщения на другом iOS или Android гаджете, но и загружать и отправлять изображения, видео, менять статусы и прочие вещи. Интерфейс сложно назвать современным, присутствует реклама, а русская локализация недостаточно корректна. Да и в iOS версии не работают голосовые сообщения, зато программа бесплатная. Всегда был сторонником того, что iPhone или iPad не нуждаются ни в каком роде чистильщиках в классическом понимании. PowerClean другая тема. Программа ищет в приложении фото, дубликаты и похожие изображения, скриншоты, фотографии с плохим качеством и увесистые видеоролики с которых стоит начать очищать память на своем устройстве. В качестве дополнительного инструментария имеются утилита для замера скорости интернет-соединения и предупреждалка о повышенном расходе трафика. Программа будет особенно актуальна для тех у кого 16 гигабайтные устройства или кто давно хочет грамотно почистить медиатеку. Приложение бесплатное, но с рекламой при активном интернет-соединении. В оффлайне рекламы нет и функциональность сохраняется. Из досадного заметил пикселизацию при просмотре изображений, а когда выходишь и заходишь вновь все в порядке. Русский язык присутствует, но локализация сделана криво. Ну то есть банальным добавлением текста в гугл переводчик. В целом утилита стоящая. Буду надеется что вам эта подборка понравилась. В комментариях жду ваши любимые программы и желательно чтобы они не повторялись с приложениями из предыдущих топов. Хороший вариант попасть в видео. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующем ролике. Если подпишитесь на канал, не забываем про колокольчик. Пока-пока.